Не ругайтесь с сыном, вот говорит женщина, мой сын не может устроиться на работу, вы его грызете, да, угадайте, почему он не может устроиться на работу, почему, попросите вашего сына, которого вы грызете, чтобы он вам каждый день звонил и говорил 10 приятных слов вам, вот если ваш сын каждый день будет вам звонить и будет говорить, мама, ты мое самое любимое существо, мама, я обожаю твои руки, я обожаю тебя, ты красивая, ты такая добрая, ты мне всегда помогаешь, ты моя любимочка, ты моя любимая, ты мое счастье, ты мое солнышко, вот пусть текст просто напишет и вам звонит и читает, напишите ему текст, передайте, пусть он вам звонит и говорит, каждый день это 2 минуты, вот делайте так 10 дней, даже если он не любит, вредничает и так далее, делай так 10 дней, произносит вам эти слова, вы его при этом эти 10 дней не грызете, и он найдет очень хорошую работу, все вот вам и вся карма, то начинайте вечно строить какие-то иллюзорные миры, и вот это не так, это так, это там подлили, это не так, все банально вообще, все банально, сын говорит маме приятное, а у сына будет работа, мама грызет своего сына, не будет жизни этому ребенку, частое явление в жизни появляется, частое явление происходит так, у мамы есть претензии, и вот у меня есть еще много таких примеров, и один из примеров это женщина, у которой двое сыновей, и эта женщина, она постоянно имела претензии к сыну своему, то есть она ему как звонит, то все время, и вот это не так, и это не так, и так не так, ну сделал бы так, сделал бы так, да что это такое, ну что у тебя вечно не так, ты какой-то вообще, да какой-то вообще и так, и так, и вот каждую субботу она звонит, и ему это рассказывает, он устроится на работу, неделю поработает, уходит, итог какой? Плохой, не любит она его, любит, но то, что она его грызет, делает все для того, чтобы у него вот эта потенция, смотрите, мама влияет на третью чакру вашей дочери, вот смотрите, есть мама и дочка, вы дочери что-то плохое говорите, влияйте на ее третью чакру, а третья чакра это что? Третья чакра это ее решительность, отвага, бесстрашие, влияйте, появляются страхи и так далее.